Девушки отдыхают 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 А у других нет, если он есть практически у всех. Когда вирус герпеса проникает в организм человека, он встраивается в наши нервные клетки и находится там в как бы спящем состоянии. И сегодня мы узнаем, что делать, чтобы он не проснулся, и как быть, если он всё-таки появился. Ну вот ощущение герпеса, такой зуд, когда он только появляется, его ещё не видно, но уже ясно, что вот-вот на губе что-то будет, да? Зудит такое побаливание, пощипывание. Наверное, в этот момент что-то и нужно делать? Вот это самый важный момент, и его очень важно не упустить. Во время, когда только-только появляется ощущение зуда, покраснений и отёк, необходимо наносить специальные противовирусные препараты, которые продаются в аптеке. Их сейчас множество, в виде крема, в виде мази, с разным названием и разной ценой, но, как правило, у них одно и то же действующее вещество. И если на самой ранней стадии смазать герпес, то он не появится? Он может не появиться, но при условии, что вы будете смазывать герпес приблизительно каждый час. Прежде чем мы узнаем о всех подробностях правильного лечения герпеса и о наших заблуждениях тоже, я бы хотела уточнить о тех причинах, которые всё-таки приводят к явному проявлению герпеса. Есть ряд предрасполагающих факторов, которые способствуют проявлению герпеса. Но прежде всего это стресс, это переохлаждение, перегревание, длительное пребывание на солнце. И очень часто бывает, когда мы едем на море или же кататься на лыжах, у нас выскакивает герпес. Также это могут быть косметологические процедуры, такие как пилинг, инъекции красоты, татуаж, поход к стоматологу, перенесённые инфекционные заболевания и просто даже сухость и трещины губ. Если у вас герпес возникает 5 и более раз в год, тогда, возможно, у вас проблемы с иммунитетом, и вам стоит обратиться к специалисту. Кстати, я недавно узнала о том, что в кофе есть полезные вещества, которые уменьшают воздействие вредных бактерий на организм. Ты представляешь? Да. Угощайся кофе. Спасибо. Всё начинается с Нес-кафе. Значит, если вот на ранней стадии, когда герпес только-только хочет, как говорится, вылупиться, мы пресечём его появление, то проблема миновала? Может миновать. Может миновать. Может миновать. А если всё-таки пузырёк образовался, тогда что делать? Если пузырёк всё-таки образовался, это говорит о том, что вирус активно размножается. И когда он лопает, из него выходит прозрачная жидкость. Она буквально нашпигована миллиардами вирусных частиц. И именно здесь очень важно не допустить распространение вируса. Давайте проведём эксперимент. Я прошу одну из наших зрительниц помочь нам продемонстрировать очень яркий пример. Кто хочет нам помочь? Вот я прошу вас, потрите пальцем губу. А теперь потрите глаз. Этим же пальцем. Потрите, просто дотронитесь до глаза. А теперь я прошу, чтобы к нам в студию принесли красный перец. Пожалуйста, красный перец нам нужен. Теперь возьмите перец и потрите им губу. Теперь пальчиком потрите это место, а потом дотронитесь до глаза. Я боюсь трогать. Потому что буду плакать. И правильно делайте. Потому что то же самое происходит и с вирусом герпеса. Когда вы дотрагиваетесь до герпеса пальцы, как минимум вы можете заработать герпес на пальцы. Но хуже, если вы дотронетесь до глаза, и это может привести к образованию герпеса глаза. Герпес глаза тоже бывает? Да, представь себе. И, к сожалению, это очень серьезная проблема, потому что это может привести не только к ухудшению зрения, но даже и к слепоте. Так этот герпес будет видно, который в глазу или на глазу образовывается? Или это незаметно происходит? Нет, это заметно. Это будет ощущение жжения, слезотечения, светобоязни. То есть незаметно он, к сожалению, не пройдет. Слушайте, это кошмар. Потому что у меня вот герпес на губах бывает. У меня есть знакомые, у которых герпес в носу, внутри наслизистый. Это так болезненно, это невозможно пережить. И вот я сейчас тебя слушаю и думаю, как же мне повезло. Ведь я была какая глупая. В студенческие годы мы поехали на море, вода была холодная, ну летом, как обычно. У меня выскочил герпес. А я и думаю, чего я именно так подумала. Значит, я сейчас на солнышке подсушу и лечебной морской водичкой, значит, и я по очереди покупаюсь, подсушу. У меня, вот сейчас даже не хочу показать, вот полподбородка герпес, его разнесло вот так вот. А я еще с молодым человеком была. Ну это просто какой-то кошмар. Самая главная ошибка, которую ты допустила, это солнце. Потому что солнце, оно провоцирует появление герпеса и ухудшает протекание болезни. Сами ультрафиолетовые инфракрасные лучи или температура? И температура, и солнце. Поразительно. Герпес может поражать любой участок кожи, а также слизистые оболочки. Он бывает двух типов. Вирус герпеса первого типа и вирус герпеса второго типа. Первый, он поражает, как правило, лицо и ротовую полость. Второй, он поражает наши половые органы. Вирус герпеса второго типа считается самой частой инфекцией, передаваемой половым путем. Если кто-то может подумать, что это бывает из-за беспорядочных половых связей, то это не так. Потому что у моего друга, у маленькой доченьки поставили диагноз герпес половых органов. Скорее всего, что этот герпес был у ее мамы. И вирус передался при рождении. Все-таки давайте вернемся к тому процессу, когда ранка от герпеса уже есть. Потому что мы заранее не предусмотрели это. Что нужно делать, чтобы герпес на губах побыстрее заживал? Нужно герпес правильно лечить. И именно здесь часто многие допускают ошибки. И сейчас мы на примере наших губ проведем викторину вместе со зрителями. Если метод будет правильным, герпес будет загораться зеленым. Если неправильным, красным. Ты имеешь в виду те народные методы, которыми мы так часто пользуемся, по совету родных, друзей, знакомых, даже незнакомых людей, чтобы подлечить герпес побыстрее. Но наверняка у вас есть опыт в этом деле. Кто хочет поделиться народные способы лечения герпеса? Моя подруга герпес лечит йодом или спиртом. Правильно ли это или нет? Это муранка на губе. Зажглась красным. Дело в том, что все спиртсодержащие препараты, они вызывают ожог герпеса. И это способствует более длительному заживлению раны. Герпесу от этого станет только лучше. А нам хуже. А вот когда зажжется зеленый огонек на губах, это будет правильный ответ. Возможно, прямо сейчас. У кого еще способ лечения герпеса? Я слышала, что герпес можно смазывать зубной пастой. Вы видите? Герпес загорелся красным. Это неправильный, к сожалению, вариант. Зубная паста, она создает иллюзию лечения. Так как ментол, который содержится в большинстве паст, он подсушивает и охлаждает это место. Но в зубную пасту часто входят и другие ингредиенты, как пероксиды, формальдегиды, которые раздражают и разъедают эту рану. Кто еще хочет поделиться своими знаниями? А мне мама говорит, что помогает ушная сера. И снова красный свет. Действительно, в ушной сере есть ингредиенты, которые помогают снять воспаление. Да. Но также в ней находятся пыль и бактерии, которые попадают к нам в ухо. И вы рискуете получить заражение, спровоцировав более сильное воспаление. И мы расстались с еще одним мифом о лечении герпеса. Интересно, будет ли сегодня правильный ответ? Кто хочет еще поделиться опытом? Значит, а я слышала, что очаг инфекции хорошо смазывать пихтовым маслом. Правильно ли это? Я пихтовое масло не пробовала. Правильно, наконец-то! Неужели герпес боится пихтового масла? Не сам герпес, а ранка или же корочка. Пихтовое масло, оно способствует более быстрому заживлению нашей корочки. Но прежде чем им пользоваться, нужно посмотреть инструкцию, так как в нем есть некоторые противопоказания. Например, аллергические реакции или беременность. Кроме пихтового масла, еще хорошо смазывать корочки облепиховым маслом, либо маслом шиповника. И использовать это нужно примерно три раза в день. Причем обязательно масло, а не спиртовую настойку. Да. Есть ли еще чем поделиться, рассказать? Я в интернете прочитала, что от герпеса можно спастись всего лишь, приложив горячую ложку. Правда ли это? Прикладывая горячую ложку к губам, мы можем вызвать сильнейший ожог, который будет заживать значительно дольше. Поэтому, если вы хотите прикладывать ложку, то лучше ее прикладывать холодной. А зачем? Чтобы немножко снять воспаление и отек. Смотрите, губы подтверждают, им горячая ложка не нужна для того, чтобы с герпесом сразиться. Кто еще хочет рассказать? А я слышала, что надо делать примочки из зеленого чая. Да! Мы ее запариваем, процеживаем, охлаждаем, то есть ставим в холодильник, после этого берем, макаем ватный диск и прикладываем к этому месту. С народными методами разобрались. Многие из них приносят вред вместо того, чтобы лечить герпес. О них забываем. А что нужно усвоить навсегда, если мы хотим, чтобы герпес появлялся как можно меньше? Как его лечить? Во-первых, нужно использовать профилактические меры. Или же, например, если у кого-то предстоит торжественное и волнительное событие, как, например, свадьба, и вы знаете, что у вас есть риск, что появится в самый неподходящий момент герпес, тогда вам стоит обратиться к доктору, который вам назначит специальные противовирусные препараты для приема вовнутрь. Но не стоит этими препаратами увлекаться, так как они имеют свои побочные явления и осложнения. Ну, за какой период времени до события, ты не поверишь, но на свадьбе, когда я первый раз замуж выходила, у меня был герпес, но это было, правда, зимой, я подумала, просто простыло. А это еще и плюс волнение. Это простыло и стресс. Да. Так за какое время до запланированного стресса или большой радости, это тоже может стать причиной, принимать эти препараты? За неделю, за месяц? Нет, за 2-3 дня. А они вот так быстро действуют, да? Да, 2-3 дня и еще несколько дней, то есть примерно 5-7 дней в общей сложности. Кроме этого, полезно в этот период принимать продукты, которые содержат в большом количестве лизин. Он препятствует размножению вируса, и этим мы можем предотвратить его появление. Что это за продукты? Молочные продукты, особенно твердые сыры. Рыба, яйца, курица. То есть это в основном белковые продукты, как я понимаю? Да. А также есть такая аминокислота аргинин. Она довольно-таки полезна для нашего организма, но в случае с герпесом он способствует размножению вируса. И поэтому на этот момент продукты, содержащие аргинин, стоит ограничить. Это изюм, орехи, семечки, шоколад, желатиновые десерты. То есть у сладкоежек герпес, в принципе, может чаще проявляться. Возможно. Также важно придерживаться таких правил. До и после прикосновения к герпесу обязательно мойте руки. А лучше всего к нему не дотрагиваться. Мази противовирусные наносите с помощью ватной палочки. Никогда не сдирайте корочку, иначе вы можете получить рубец, который никогда не пройдёт. Если у вас герпес возникает очень часто или же он не заживает в течение двух недель, тогда вам стоит обратиться к специалисту, который вам поможет найти причину и справиться с этой проблемой. Так как это может быть признаком серьёзных заболеваний, в том числе и онкологии. Кроме этого, герпес может вызывать энцефалит, менингит и другие неврологические нарушения. Поэтому не стоит к нему относиться, как к лёгкому кожному заболеванию. То есть герпес – это не только неприятность, которая портит наш внешний вид. Это проблема со здоровьем, которую нужно лечить комплексно. Огромное тебе спасибо за эти советы. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что были у меня в гостях. Встретимся завтра. И, пожалуйста, будьте здоровы.